Приветствую вас и, наверное, первое, что хочется сказать, это то, что вне зависимости от того, как правильно вам поступить и что вы заберете сделать, важно, что вам неприятно, важно, что ваши чувства задеты, важно, что вы ощущаете себя опустошенный, ощущаете себя униженный, ощущаете себя брошенный и, по сути дела, обманутый. И вот само по себе именно это чувство и хуже всего, потому что неважно, какие мотивы у мужчины, хорошие, плохие, добрые, злые, искренние или нет, в любом случае, то, к чему это привело, к вашему состоянию, к вашему ощущению, является очень, очень негативным поведением. И теперь надо сказать, что будет довольно сложно установить отношения с вашим мужчиной так и в той форме, в которой они были до этого, потому что доверие подорвано, впечатление испорчено, а четкого представления о том, как вы будете жить дальше, у вас нет. Но вы точно знаете, что так жить, как он предлагает, вы не хотите. Как поступить в этой ситуации, безусловно, сложно и неопределенный, именно как поступить, причать вам, потому что непрофессионально будет, с точки зрения психологии, давайте вам какие-либо советы. Вы пишете, что юридическую консердацию вы получили, то есть вы имеете представление о своих правах, в том, что касается брачного контракта, и вас эти права не устраивают, вы имеете другое представление о семейных отношениях, о брачном союзе. И, по сути дела, самое неприятное, что есть в вашей ситуации, это отсутствие доверия вашего мужа. Причем, отсутствие доверия совершенно необоснованно, ведь вы ничем никогда его не обманываете. И в этом ключе, именно в этом ключе, возникает логичная мысль, что мужчина чего-то боится. Он боится негативных последствий для себя в материальном плане от вашего брака. И вот этот страх, причина этого страха, кроется либо в его окружении, либо в опыте. Вы не написали достаточно подробно про своего мужчину, то есть, первый у него это брак или, соответственно, не первый, но в любом случае, люди, которые ведут себя так, то есть, которые озабочены брачным контрактом, ну, как правило, либо имеют достаточно серьезное основание считать, что он поможет, он может как-то их защитить, либо уже обжигать. И вот это нужно выяснить. Почему у мужчины появилась сама мысль о брачном контракте? Откуда взялась эта идея? Чем она продиктована? И продиктована она, скорее всего, не лично вами. Это та тонкость, которую вы, возможно, сейчас не понимаете. Сама идея, сама мысль не продиктована вами никак. Наоборот, вы являетесь лишь объектом реализации этой мысли, этого страха, этого опасения. И вот, ну, и вот очень желательно, если вы хотите сохранить семью, а вы только поженились и кажется, что не совсем верно делать поспешные поступки, совершать их, о которых вы потом можете жалеть. Ведь для мужчины, возможно, тоже ситуация изменилась. Изменился его быт. Изменилось его представление о жизни сейчас. Изменились его реалии. И он реагирует на это так. Так вот, в избежание ошибок, в избежание опрометчивых действий, вам нужно для себя решить, что, по сути, вы сами себе хозяйка. То есть, вы имеете право не подписывать брачный контракт. Вы имеете право развеститься своим мужем. Вы можете не находиться ни секунды личного времени в квартире с ним. Абсолютно и совершенно. Вы любой момент можете взять, подняться и уйти. Но перед этим желательно быть уверенным в том, что вы все сделали правильно. И, судя по вашему описанию, получается так, что мужчина, изначально назвать вам искренне, и искренне избытывая к вам чувства, сейчас стремиться в материальную сторону вопроса, как бы представить так, как видится, наиболее приемлемо для него. И вот то, что вам сейчас женоназбенно сделано, естественно, при наличии стремления к этому, это поговорить с мужчиной и попытаться понять, что его толкает на такое поведение. Почему он боится? Чего он опасается? И вот это желательно вам выяснить. Потому что, если мужчина начнет рассказывать вам о своем страхе, о своих опасениях, это сократит дистанцию недоверия с его стороны по отношению к вам. И вы одновременно лучше узнаете своего супруга, лучше поймете его. Во-вторых, перестаньте на него обижаться, потому что обида у вас имеет место из-за непонимания причин. Как вы говорите, вот как так? Я ничем не дала сомневаться в себе, а мужчина, хоп, и ведет себя так, как будто я, не знаю, пытаюсь его обворовать. И вы не понимаете, откуда такое отношение. И вот именно причину нужно узнать. А для этого желательно, очень желательно с мужчиной разговаривать. А спокойно, доброжелательно, доверительно, без ограничений, ненавязчиво, но последовательно и настойчиво. Настойчиво в том плане, что раз за разом возвращаться к этому разговору. Еще раз. Вы всегда можете встать и уйти. В любой момент, в любое время дня и ночи. Это то, что вы можете сделать всегда. И это проще всего. Это легче всего. Но ваш осадок, который останется от этой ситуации, в результате физического устранения от нее не исчезнет. Напротив, вы можете перестать доверять мужчинам вообще. Вот чтобы этого не случилось. Чтобы у вас не развились какие-то комплексы из-за этого, сомнения в себе и так далее. И нужно выяснить, почему мужчина так поступает. Что его двигает. И если он расскажет вам причину этого, то эту причину с ним обсудить. Выявить его страх. А вытащить его на свет. Изучить. И тогда он, этот страх, перестанет быть таковым. Он станет узнаваемым. А значит, перестанет быть именно страхом. По-моему, мужчина сам не осознает, почему он это делает. И вы не сказали, то есть, изначально, да, попытка защитить себя, попытка, там, значит, квартирный вопрос, это понятно. Но, ведь абсолютно все люди начинали брак, начинали жить вместе. И они не дают испытательного срока. А он дает. Начнешь его добавить, боится. И вот, этот страх мешает ему быть с вами искренним, мешает ему быть с вами расслабленным, мешает быть полностью с вами естественным. Вы знаете, человек, который боится, не совсем способен воспринимать окружающий его мир объективно. И, опять-таки, понимая вашу обиду, хочется сказать, что вы воспринимаете ситуацию максимально ясно, максимально объективно. А он нет. И у него вот эта сторона, в которой проявляется его страх, она окрашена не рациональными причинами, а причинами его иррациональных представлений о мире, об отношениях. И из-за этого возникает такое нелогичное поведение, нелогичное с вашей точки зрения. Потому что у нелогичного поведения есть два объяснения всегда. Вот, если человек совершает какие-то поступки, которых мы не понимаем, либо это ему выгодно, мы эту выгоду еще не осознаем и не видим. Либо человек чего-то боится и понимает, что это не совсем объективно, не совсем адекватно. Это носит эмоциональную окраску, очень сильную. Эмоциональную окраску. Так вот, в интенсивном эмоциональном состоянии человек не способен донести до другого в достаточно полной мере смысл своих действий. Именно это происходит и с вами, с вашим мужем. Он называет какую-то причину, но вам она кажется пустяковой. И это действительно так. Потому что это лишь предлог, это лишь средство. А в глубине у истоков стоят какие-то опасения. И если вы пишете, что вы мужчину любите, то есть вы пишете, что чувства у вас есть, то апатия у вас происходит из-за того, что вы, во-первых, не понимаете причины такого поведения, во-вторых, считаете, что вы в этом виноваты. Ну, очевидно, что это отношения направлены именно на вас. Что мужчина именно вам не доверяет. Что мужчина именно в вас сомневается. На самом деле нет. Он не доверяет вам и не сомневается. Он боится. И если вы этого человека любите, а вы пишете, что чувства у вас к нему есть, то вам необходимо постараться понять его, принять его страх. И выявить его причины. И тогда проблема именно личного вашего восприятия. Она исчезнет. Вы увидите, что мужчина боится. Вы увидите, что он просто на вас переносит свой страх. И перестанете обижаться. Потому что поймете, что личных к вам претендов никаких. Человек не имеет. Он и не может их иметь. Потому что им не откуда взяться. И в результате, вот эта причина страха, даст вам понять, в каком направлении вам двигаться. И вот тут необходимо понимать, что если мужчина свой страх осознал, благодаря вам, и своими действиями не захотел этот страх убрать, то есть, не захотел конструктивно изменить свое поведение, чтобы элементы опасения перестали влиять на его жизнь. Вот в таком случае он не хочет ничего менять. И в таком случае у вас действительно нет другого выбора, кроме как его оставить. Потому что мужчина, не желающий бороться со своими страхами, вечно будет в их власти. И по сути вы будете существовать не с человеком, а с его страхом. Все действия будут продиктованы именно и страхом, и опасением. Я не думаю, что это хорошая пара для вас. В таком случае я не думаю, что эта семейная жизнь принесет вам счастье. Я не думаю, что вы будете счастливы, равно как и ваше детство. Потому что человек, который боится, он в общем-то не воспринимает мир таким, какой он есть. Он воспринимает его через притм своих последних, своих переживаний. А это, ну, очень специфично. И грозит некоторыми особенностями, которые совершенно неприятны человеку со стороны. И вот именно так вам здесь мне видится правильным поступить. То есть не спешить с радикальными методами, не спешить с окончательным решением, а постараться своего супруга понять. Ведь вы уже вышли на него замуж. Вы уже связали с ним свою жизнь. Обратно, как бы, развестись вы всегда успеете. Сперва попробуйте приложить свои усилия для того, чтобы сохранить то, что вы стандарт. Ведь все-таки это что-то значит. Это значит что-то для него, это значит что-то для вас. И просто будет очень обидно, если вы, поспешив, разручите свой брак. Об одном выяснится, что у мужчины просто были какие-то опасения, которые он сам себя ненавидел. И которые мешали ему жить. И в результате чего он вас потеряет, а вы потеряете его. Я не думаю, что это пойдет вам на пользу. Поэтому такова, такова, в принципе, моя рекомендация. Вам действительно говорить сейчас ничего не стоит. Потому что, понимаете, женщина воспримет это очень негативно. Если вы восприняли негативно, то она воспримет еще более негативно. И это привлечет те последствия, которые вы уже изменить не сможете. То есть, если вы теоретически имеете возможность своего мужчину понять, и вы хотите его понять, потому что любите его. Но ваша мама ничем таким заниматься не будет. Она увидит его поступок, она увидит эту бумагу или услышит о ней. И задаст о нем моментально свое мнение о вашем муже. И поменять его она уже не захочет, даже если вы ей скажете, что узнали причину, по которой он поступал. Просто потому, что пожилые люди редко меняют свое мнение. И именно по этой причине делиться чем-то с мамой до тех пор, пока он не будет окончательно на 100% ясно откуда. Истоки, ну, не рекомендуется. Хотя бы для вашего же блага, для вашего же спокойствия, для положительного обеспечения вашей возможной дальнейшей семейной жизни. И что еще хочется вам сказать в конце? Опять хочется вам сказать, чтобы вы, наверное, слушали больше свои чувства. Вот вы говорите, что у вас апатия. Причину апатии мы уже рассмотрим, но чувства-то есть. И это самое главное. Значит, в глубине души вы понимаете, что ваш мужчина все тот же. Все тот же, кого вы любили. Просто он сейчас, возможно, запутался. Возможно, немножечко оступился. Возможно, дал вору своему страху, который был всегда, но который сейчас усилился. И вы знаете, кризис бывает у каждого человека в любое время, в любом возрасте. Если вы любите мужчину, то вы, наверное, хотите ему помочь. И тот факт, что у вас остальное с ним их чувство, говорит о том, что мужчина по факту к вам не изменился. Он оказался все тем же. Просто сейчас его беспокоит что-то. Его тревожит что-то. И вот с этим нужно разбираться. И не думать, что у вас получится разобраться с этим очень быстро. Он всегда знает, что вы хозяйка своей жизни. Он всегда слушает свое сердце. Ибо оно в том, что касается любви, вас не обманывает. Ну, а в итоге, что делать, решать только вам. Потому что вы хозяйка своей жизни. Давать какие-то советы не является этичным с точки зрения работы специалиста. Поэтому, думаю, что конкретного решения вам предлагать сейчас не стоит. Мне бы хотелось, чтобы вы еще вместе с тем всегда помнили о своих интересах. Чтобы вы знали, что их, кроме вас, никто не защитит. И несмотря на то, что ваше сердце диктует вам быть этим мужчиной, несмотря на то, что вы его еще любите, смотрите на то, как мужчины к вам относятся. Вот, допустим, выявили вы его страх. Хорошо. Выявили, поняли, отговорили. Вроде бы мужчина бояться перестал. Но вы чувствуете, видите, что он все равно прекратит свою цель. Цель, значит, прописать брачный контракт. То есть вы понимаете, что ваш мужчина ставит свои интересы превыше ваших. И это уже отношение. То есть разумное, рациональное поведение отношения к вам. Не двигаемое страхом. Не генерируемое, как может иметь место сейчас. А осознанное поведение. И вот опираясь на это уже, на осознанное поведение, вам нужно спросить себя. Приемлемо оно для вас или нет. И если неприемлемо, то в таком случае смело можно этого мужчину оставлять. Просто потому, что ваши представления о совместной жизни оказались слишком разными. Просто потому, что ваше видение того, какой должна быть социальная семейная жизнь, оказались в различных принципиальных точках. И это не делает вас плохой и его плохи. Все люди разные. У всех своя точка зрения. И вопрос в том, подходят ли они, эти точки зрения, друг к другу. Если не подходят, относиться к этому надо спокойно, без переноса личной неприязни на человека. И понимать это так, что ну вот не зашли с возглядом. Так бывает, так бывает. А если бы кто-то уступил, то вряд ли уважения к человеку бы стало больше. Потому что раз уступил, значит прогнулся, значит пожертвовал с собой. Это знаете ли, не всегда лучший вариант для сохранения отношений. Потому что вот уступил один раз, и потом будешь оставаться все время, а в итоге уважение к тебе, мягко говоря, теряют. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остальных, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам удачи, и желаю вам принять верное решение, которое не заставит вас потом жалеть.